Продолжение следует... Каждый ребенок знает, если случилась беда, нужно набрать номер 112 и помощь не заставит себя ждать. Операторы помогут с вызовом скорой, полиции, пожарных, газовой службы, ГИБДД и не только. С начала года здесь приняли и обработали более 450 тысяч вызовов. Это самый большой показатель среди всех ЕДДС Подмосковья. В среднем у нас поступает 1700 вызов в сутки, но в пике пандемии бывает более 2000. Последний пик был в октябре, когда мы принимали по 2200-2400 вызовов. Ни один вызов не останется без ответа. Большой нагрузки операторы системы 112 не боятся и считают свою работу большой ответственностью. В связи с тем, что сейчас в нашей стране ковид, поэтому главное успеть поймать все вызовы, которые от заявителей. И вовремя оказать всем, конечно же, постараться помощь. Ну, вызвать вовремя эту или иную службу. Давайте дейтуйте адрес, вызовем скорую. Почти три четверти вызовов требуют реагирования экстренных служб. Чаще всего вызывают скорую помощь. Также мы принимаем вызов по полиции, ГИБДД, пожарной охране, газовой службе, лесного хозяйства. Соединяем с психологом, соединяем с переводчиком. Оставшиеся 26% вызовов консультативные, тестовые, бессимочные, ложные или хулиганские. Отвлекаясь на последние, операторы рискуют не успеть вовремя ответить тому, кому помощь действительно нужна. Поэтому занимаются еще и профилактической работой. Рассказывают подрастающему поколению о своей службе и о том, к чему может привести чья-то, на первый взгляд, невинная шалость. Сейчас состав ЕДДС это 46 человек, из них 44 это дежурно-диспетчерский персонал, в одну смену заступает 11 человек, оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного, диспетчер ЕДДС и 8 операторов системы 112. Штат ЕДДС укомплектован полностью. При трудоустройстве операторы системы 112 проходят обучение. Уже опытные сотрудники постоянно повышают квалификацию. В этом году у нас прошло 11 тренировок СУКС ГУМЧС России по Московской области, 2 команды штаммных учений, 17 тренировок с организациями округа. Также мы каждый год отправляем на обучение людей. В этом году двое человек обучились по специальности руководитель специалист ЕДДС. Трое человек вновь принятых обучились на оператора системы 112 и 9 человек повысили свою квалификацию. Здесь же находится ситуационный центр, куда стекается видео со всех камер системы «Безопасный регион». Одинцовский округ – лидер по количеству камер среди других муниципалитетов. В 2021 году в ЕДДС по поручению главы муниципалитета было смонтировано оборудование для создания интерактивной карты округа. Это одна из самых мощных на данный момент рабочих станций. С ее помощью оперативный дежурный в режиме реального времени получает информацию о технологических отключениях воды, электричества и тепла на объектах жизнеобеспечения. На экран выводится подробная информация, количество домов, которые затронуло отключение, причины и ориентировочное время возобновления подачи ресурса. На 2022-2023 годы планируется разработка авторского программного обеспечения, которое позволит получать любую информацию о зданиях и сооружениях, инженерных коммуникациях, а также будет интегрировано с системой ГЛОНАСС, установленной на автомобилях экстренных оперативных служб. У нас есть 10 армов системы 112. У нас у оперативного свое рабочее место, у диспетчера ИДДС и у помощника оперативного. Также у нас есть КСИОН Московской области, пункт управления, пункт управления местной системы оповещения, 7 прямых каналов связи, прибор РХБЗ, метеостанция. Система оповещения Одинцовского округа – одна из самых развитых в Московской области. Это 29 электросирен и 70 пунктов речевого оповещения, способных обеспечить информирование 97% населения муниципалитета. В планах на ближайшие годы довести охват до 100%. Единая дежурно-диспетчерская служба – подразделение Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Также в ее состав входит аварийно-спасательное формирование. Это 14 человек. Начальник, его заместитель и 12 спасателей. За 10 месяцев этого года они выезжали на вызовы более 400 раз. Аварийно-спасательное формирование в этом году занималось поиском пропавших людей в природной среде, опиловкой поваленных деревьев. При прохождении фронта неблагоприятных погодных условий при затоплениях занимались откачкой воды. Также помогаем нашим службам, таким как 010203. Это транспортировка пострадавших в каретно-скоро-медицинской помощи. Помогаем с подвозом воды на пожаре, обеспечиваем воду при помощи мотопом. Специалисты аварийно-спасательного формирования готовы в любой момент отправиться на вызов. Ежедневно на смену заступают три спасателя. В их распоряжении все необходимое оборудование. У нас есть легковой автомобиль «Фортранзит», цельный металлический фургон, где выводят все необходимые имущества. Такие как бензопилы, мотопомпы, генераторы, пневмокаркасный модуль. В этом году также было закуплено два автомобиля. Это легковой оперативно-служебный автомобиль и аварийно-спасательная машина, которая сейчас готовится к комплектации гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, альпинистским снаряжением и прочим необходимым оборудованием для спасения людей. Темпы оснащения на зависть любому муниципальному образованию. В этом году приобрели легковой оперативно-служебный автомобиль и аварийно-спасательную машину. Сейчас ее доукомплектовывают специализированным гидравлическим и иным спасательным инструментом. АСФ готовится к прохождению аттестации. После прохождения аттестации аварийно-спасательным формированием люди смогут оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Это извлечение людей из-под завалов, это проведение аварийно-спасательных работ при тушении пожаров, это работы на высоте с установками под напряжением. Возможности и виды деятельности значительно расширятся. Работы впереди много. Приближается зимний сезон, сопряженный с выходом людей на лед. Спасатели не только готовы отправиться на помощь провалившимся в воду, но и всеми силами пытаются предотвратить беду. Причем не только на водоемах. Проводят информационную работу. Максимально разнинув руки и ноги, подвигается пострадавшему. Дальше подает пострадавшему подручное средство максимальной длины и пытается его вытянуть. Аварино-спасательное формирование Центра гражданской защиты Одинцовского округа начало работу в мае прошлого года. Его создание позволило снизить нагрузку на федеральные и региональные спасательные службы. Информацию о происшествии спасатели получают от операторов системы 112 или оперативного дежурного ЕДДС. Редактор субтитров А.Семкин